приветствую вас на канале правильный выбор сегодня на обзоре samsung galaxy s 20 plus в описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на эту модель я очень старался подготавливая этот обзор и надеюсь вы оцените его лайком и подпиской а также включите уведомления о выходе новых видео корпус galaxy s 20 plus представляет собой закругленный на углах и гранях монолитный брусок фронтальная камера переместилась в середину экрана а блок задних камер имеет вид прямоугольника основная конструкция как и на моделях прошлого года металлическая рамка соединяющая защищенные по технологии gorilla glass 6 стекла на левой стороне расположилась кнопка регулировки громкости сюда же переехала кнопка включения а вот ассистент биксби лишился аппаратной кнопки исчез и аудиоразъем три с половиной миллиметра слот для двух наносим карт или одной карты памяти и одной симки разместился сверху снизу оказался выход динамикой порт usb type-c смартфоны получили традиционную систему шумоподавления и три микрофона один находится на верхней грани второй на нижней а третий у блока камер в свою очередь аппарат получил черную серую и красную расцветки водонепроницаемость обеспечивается стандартом ip68 смартфон можно погружать в пресную воду на глубину полтора метра до 30 минут диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма максимальное разрешение qhd plus есть возможность снижения разрешения ради повышения времени автономной работы дисплей использует технологию динамик амулет и hdr 10 плюс появилась интересная возможность работы с частотой в 120 герц увы такой режим доступен только для full hd plus разрешения зато на 120 герц плавнее становится прокрутка и анимация но и заплатить за это придется повышенным расходом батареи при работе с qhd частота обновления экрана составляет прежние 60 герц датчик отпечатка встроен в экран качестве операционной системы используется android 10 поверх которого установлена фирменная оболочка one ui 2 производитель создал особый защищенный процессор для безопасности вашего пин кода пароля рисунка разблокировки а также личного блокчейн ключа платформа nox надежно защищает ваш смартфон на всех уровнях обеспечения от программного до аппаратного чтобы доступ к вашим личным данным был только у вас размер сенсора немного вырос относительно модели с 10 так что безусловно улучшение качества есть широкоугольная камера снимает в разрешении 12 мегапикселей но такое разрешение нивелируется с помощью улучшенного сенсора с возросшим размером пикселя новые алгоритмы обработки фотографий сделают их немного но лучше качество ночных фото также должно стать лучше а вот теле объектив получил модуль на 64 мегапикселя благодаря этому модель получила трехкратный оптический зум и 30-кратный цифровой на этот гаджет вы можете снимать видео в разрешении 8к увеличенный сенсор в камере а также наличие специального стабилизатора компенсирует дрожание камеры тем самым обеспечивая супер плавную съемку в движении устройство получило 64 битный восьмиядерный процессор exynos 990 выполненный по 7 нанометровой технологии смартфон обладает видео ускорителем мали g77 mp11 аппарат получил в базовой версии 8 гигабайт оперативной памяти стандарта lp ddr5 встроенная память имеет объем 128 гигабайт к тому же есть возможность установки карт памяти объемом до 1 терабайта коммуникативные возможности на высоте телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети он также оснащен с красным вайфаем 5 гигагерц и bluetooth версии 5.0 модель получила аккумулятор объемом 4500 миллиампер час благодаря мощной батареи можно ожидать хорошую автономность порядка одного дня активного использования а вот средний режим работы позволит заметно увеличить автономность устройства до 2-3 суток конечно же поддерживается как быстрая зарядка через порт usb type-c так и ускоренная беспроводная зарядка на 15 ватт возможно вы захотите поделиться своим мнением об этом смартфоне в комментариях напоминаю все лучшие цены на модель вы найдете в описании надеюсь что вы уже поставили лайк и подписались на канал а также напоминаю чтобы не пропустить новые видео нужно включить колокольчик до скорых встреч в следующих обзорах